Сносить нельзя оставить. Какое решение приняли областные чиновники Аналинской центральной районной больницы? Я благодарен на самом деле контрольно-счетной палате и федеральной антимонопольной службе, что они эту проблему выявили. Безобразно. Вообще ничего не были подготовлены. Работа над ошибками, как городские власти на этот раз готовятся к половодью. Пожалуйста, спела. Не только спела, зачем российская певица Анитацой пригласила кировчанина на сцену. Хирургический комплекс Аналинской районной больницы достроен будет в любом случае, заявил сегодня исполняющий обязанности заместителя председателя правительства области Дмитрий Курдюмов. Так он прокомментировал информацию некоторых СМИ относительно будущего медицинского новостроя. Отмечу, история со строительством корпуса на Линской ЦРБ стала на слуху после проверки контрольно-счетной палаты. Ведомство выявило нарушение на начальном этапе строительства. Как выяснилось, власти района заключили соглашение о строительстве нового корпуса центральной районной больницы с подрядчиками с Перми без обязательных на то аукционов. Инвестор, в свою очередь, обязался построить объект за свой счет, после чего региональные власти должны были выкупить в областную собственность новый корпус за объявленную подрядчиком цену. Как пояснили, в контрольно-счетной палате это грубое нарушение. Мало того, что не было конкурсом у строительства, так еще и единственный подрядчик существенно завысил стоимость объекта. Запросил 56 тысяч за квадратный метр, в то время как по расчетам специалистов Минэкономразвития максимальная стоимость 45 тысяч рублей за квадратный метр. Сейчас новые власти региона готовятся судиться с подрядчиком из-за стоимости еще недостроенного объекта. Но уверяют, сносить, несмотря на нарушения, не будут. Я благодарен на самом деле контрольно-счетной палате и федеральной антимонопольной службе, что они эту проблему выявили. Потому что если бы здание было приобретено, даже после этого оно было бы признано незаконной постройкой. Мы сейчас приводим в соответствие и устраняем те нарушения антимонопольного законодательства, которые были допущены, для того, чтобы приобрести еще раз это здание без аукционных процедур. И как только эти нарушения будут устранены, то оборудование, которое приобретено новое, оно все-таки дождется новых помещений, и пациенты будут получать качественную медицинскую помощь в новом хирургическом корпусе. Напомню, еще в ноябре прошлого года корреспонденты нашей телекомпании выезжали на объект вместе со специалистами контрольно-счетной палаты и депутатами областного законодательного собрания. Тогда аудиторы контрольно-счетной палаты рассказывали, что по той же схеме, то есть без обязательных аукционов, по выбору подрядчиков на Линске был построен новый детский сад. То есть подрядчик строит социально важный объект, объявляет цену, а уже затем регион выкупает его в областную собственность. В контрольно-счетной палате пояснили, чем опасны для бюджета такие схемы. Признаем неэффективной для бюджета такую форму, как приобретение у уже готовых объектов строительства, поскольку анализ последних приобретений говорит о том, что завышение стоимости здесь составляет примерно 10%. И это завышение происходит из-за того, что в эту цену, конечную цену покупки, включаются те затраты, которые уже учтены в сметах, например, прибыль предпринимателю. Учляя ошибки, в администрации города заявили, что уже начали готовиться к паводку. Ожидается, что в этом году уровень воды в Вятке достигнет максимального за последние 40 лет, а именно больше 6 метров. Жители Вересняков уже сейчас сомневаются, что помощь будет оказана в должной мере. Проблемы, которые возникли из-за прошлого половодия, до сих пор не решились. Тему продолжит Анастасия Шерстнева. Поговорили все канализационные стоки, и вот начало эта беда, начало сейчас систему стекать в подвал. В подвале уже по поиск канализационных отходов. Похоже, из-за прошлогоднего паводка трубы в здании повредились, говорит житель дома 28 на лесозаводской Александр Смолин. А многочисленные обращения в управляющую компанию не принесли результатов. Что будет, когда снег в этом году начнет таять, боится подумать. Все это сырость ведь. Все бревна мокнут. Они гниют. Дом старый, по крайней мере. Надолго его не вылезет. Дом буквально рассыпается. Заходить в свою квартиру Людмиле Мартыновой теперь страшно. Пол в прихожей обвалился. Сам паводок усугубил и без того плачевную ситуацию, говорит женщина. А на помощь от властей рассчитывать не приходится. Дает знать опыт прошлого года. Безобразно. Вообще ничего не были подготовлены. Доски привезут, охраняют. У нас уже здесь вода. Она уже в квартиры захлестывала. Просили, дайте, пожалуйста, хоть бросить доски. Сами искали, где что. Мы всегда рассчитываем на свои силы. Что-то извне откуда-то, а тем более от администрации, от нашей, нет. Жители надеялись, что они получат хотя бы какие-то деньги за причиненный ущерб. Но еще в мае чиновники заявили, что выплачивать компенсации они не собираются. Поскольку это паводок, это стихийное бедствие, в данном случае жители должны были застраховать свое имущество на период паводка. В прошлом году из-за разлива вятки в городе был объявлен режим ЧАЭС. Но некоторые пострадавшие остались недовольны подготовкой служб. Тротуары, говорят, смыло. Причем часть жителей из-за этого оказались отрезаны от мира. Передвигаться можно было только на лодке. Некоторые дома остались без электричества и даже отопления. Пункты временного проживания представители Роспотребнадзора назвали несоответствующими. Всего от паводка пострадало почти 2,5 тысячи человек. А уровень воды превысил 5 метров. Но в этом году ожидается, что ситуация будет еще хуже. Грядущее половодие может побить 40-летний рекорд. Уровень воды вятки может подняться больше, чем на 6 метров. Об этом говорят в Кировском управлении гражданской защиты. Причем власти решили, что нужно учесть ошибки прошлого года. И начали подготовку к паводку уже сейчас. В администрации города заявили, что в этом году к паводку будут готовиться по максимуму. Сейчас в Кирове создаются резервы материальных и финансовых ресурсов. В том числе для выполнения ремонтных работ, а также для дезинфекции территории после половодия. С автоперевозчиками города планируют заключить договоры на перевозку населения из зон возможного затопления. Просьба непосредственно к жителям города учесть опыт того года, предыдущих лет, что расхолаживаться не надо. И быть всегда готовностью, и уже заранее продумать вопрос при необходимости, возможность поднять на верхние этажи или на чердаки имущество. Кроме того, чиновники рекомендуют запастись резиновой обувью. Но жители говорят, что если уровень воды в этом году поднимется еще выше, то сапоги тут вряд ли помогут. Отмечу, что первое заседание комиссии по подготовке к паводку пройдет уже на этой неделе. Анастасия Шерстнева, Даниил Кочкин, Бюро новостей Давича. Дорогие обеды! Родители кировских школьников начали отказываться от использования транспортной карты в качестве оплаты питания в школьной столовой. Напомню, что с 1 февраля за каждую покупку теперь снимают комиссию 4% от стоимости. В итоге родители вынуждены переплачивать. Можно ли отказаться от такой услуги, узнала Екатерина Зубарева. Транспортную карту своего сына Кирилла, который учится в 6 классе, Татьяна Маевская сегодня забрала себе. Раньше мальчик оплачивал ей свои обеды. Но сегодня Татьяна выдала сыну на эти цели наличные деньги. Отказаться от старого безналичного способа покупки еды в школе пришлось из-за комиссии в 4%, которая снимается за каждую покупку в столовой с 1 февраля этого года. Татьяна подсчитала, в день сумма комиссии составляет около 6 рублей, соответственно в месяц 130. И за год сумма набегает приличная. Проект по безналичной оплате школьных обедов был запущен в Кирове в 2013 году, рассказал директор Центральной диспетчерской службы Александр Рыболовлев. И родители его оценили. Правда, пока система была бесплатной. Содержалась она за счет средств ЦДС, банков и комбината питания, который кормит детей. Но в силу экономических причин содержать ее по старой модели не было возможности. Поэтому сейчас, если родители хотят продолжать пользоваться картой, придется заплатить. Эта услуга добровольная. Граждане хотят, пользуются услугой. Не хотят, не пользуются. Никто не отменяет оплату наличными в школьных столовых. Поэтому я думаю, что переход именно на платную основу данной услуги для населения, он не должен как-то негативно в целом сказаться на системе. Хотя, конечно же, мы прекрасно понимаем, что когда было бесплатно, и все-таки 4% – это определенные затраты для определенных слоев населения. Как отметил Александр Рыболовлев, в течение месяца его сотрудники будут проводить анализ, сколько человек отказалось от системы. На данный момент это не более 20% пользователей. В дальнейшем процент планируют снизить, правда, пока неизвестно, насколько. Также в ЦДС думают о том, чтобы оставить безналичную оплату обедов для ребят из малоимущих семей. Дмитрий Житарчук, Екатерина Зубарева, Александр Брызгалов, Бюро новостей Давича. Депутат Кировской городской думы Михаил Исупов стал исполняющим обязанности министра образования региона. Об этом сегодня сообщили некоторые кировские СМИ. Михаил Исупов возглавляет Кировский физико-математический лицей. В 2012 году стал депутатом городской думы пятого созыва. В областном министерстве информацию о назначении нового министра пока не подтвердили. О других новостях города и области расскажем в коротком видеообзоре. В области участились случаи ДТП с участием пешеходов, сообщает ГИБДД. Всего за январь этого года в районе погибли 5 человек. Травмы получили 32 пешехода. В этих авариях в равных степенях виноваты и водители, и сами пешеходы, говорят автоинспекторы. С целью профилактики таких ДТП дорожные полицейские весь февраль будут проводить профилактические рейды. Уже сегодня в Кирове на пешеходных переходах дежурили дополнительные наряды инспекторов ДПС. В Чистых прудах продолжат строительство путепровода с реконструкцией участка улицы Ивана Попова от Щерса до улицы Чистопрудненской. На эти цели из федерального бюджета выделили почти 700 миллионов рублей. Предполагается, что средства направят на снос жилых домов, которые пока еще стоят на месте будущего путепровода. За эти деньги также планируют проложить коммунальные сети и сделать монтаж металлического пролетного строения. Сейчас идет согласование работ. По контракту путепровод должен быть сдан к осени 2018 года. На прошлой неделе в Кирове почистили от снега почти 870 крыш. Такие данные появились на сайте мэрии. Городские чиновники продолжают контролировать работу управляющих компаний. Уже выдано 208 предписаний и составлено 26 протоколов по фактам нарушений в этой сфере. Сейчас мы ненадолго прервемся. Вот что вы увидите во второй части нашего выпуска. Региональная неделя продолжается, как депутат Госдумы Рахим Азимов посетила Мутнинский район. Не только спела, зачем российская певица Анитацой пригласила кировчанина на сцену. Выбрали лучших танцоров хип-хопа. В Кирове завершился чемпионат области по современным танцам. Еще раз здравствуйте. Вы смотрите «До овечей» и мы продолжаем. Троицкий храм в Слободе Макарье в ближайшие годы полностью отреставрируют. Об этом заявили в Вятской епархии. Работы ведутся уже год и сегодня пришло время установить новый купол на здание местной часовни Александра Невского. Построена эта часовня была в 1884 году. В советские времена здание было разрушено и только в 90-м году на средства прихожан часовню восстановили заново. А год назад начались активные работы по внешнему благоустройству. Уже отремонтировали паперть. Это крыльцо перед входом в церковь. Сегодня пришло время и для установки купола с крестом. Реставрация часовни – это лишь часть большой работы по реконструкции Троицкого храма. Обновить здание полностью священнослужители планируют к юбилею церкви. Это случится в 2025 году. Тогда ей исполнится 250 лет. Весь архитектурный ансамбль, который включает Троицкую церковь, Александра Невскую часовню, здание воскресной школы, огромную ограду, в которой у нас обнесен весь комплекс. Все это мы планируем отремонтировать, привести в красивый, богоугодный вид. Депутаты Государственной Думы продолжают свою работу с избирателями. В рамках региональной недели Рахим Азимов посетил несколько районов области, в том числе Амутнинский. С какими проблемами и радостями шли к народному избраннику люди, расскажем далее. Этот визит Рахима Азимова поистине можно назвать культурным. Первой точкой в программе посещения депутатам Амутнинского района стал дворец культуры «Металлург». Состояние объекта хозяева демонстрировали беспрекрас. Вот видите, вот это надо менять. Да и в целом ремонт здесь по сути не проводился. Здания периодически латали по крохам. То здесь покрасят, то там зашпаклюют. Но в этом году сердце дворца культуры, театральный зал, будет капитально отремонтировано. В рамках новой общероссийской программы партии «Единая Россия», от которой и избирался депутат. Проект так и называется «Местный дом культуры». Все мероприятия проходят здесь, поэтому опять же в ходе избирательной кампании эти вопросы поднимались. Партия это услышала и реализовала этот проект. И выделены средства более 28 миллионов рублей на Кировскую область, где вы участвовали в конкурсе, предоставили документы соответствующие, выиграли. В итоге грант составил 2 миллиона и почти 400 тысяч рублей. Плюс сейчас дополнительно будут изыскиваться средства и на замену кресел. О материальной поддержке или организационной помощи просили Рахима Азимова и практически все пришедшие на встречу с избирателями. Одними из таких гостей были директора местных спортшкол. Руководитель Амутнинской Дю США Александр Баталов рассказывает, заведению недавно исполнилось 60 лет. За это время у них был воспитан не один участник сборной России. Традиции лыжного спорта мы чтим, несем по жизни и дальше. Но есть проблема сегодня в том, что за эти годы у нас нет здания для лыжников. То есть лыжники остались без дома. Рахим Азимов попросил заявителей подготовить на его имя письменное обращение. Сказал, что изучит вопрос и постарается найти возможность содействия спортсменам. Кроме этого, люди шли с обращениями по разным вопросам. Проблемы в сфере ЖКХ, предоставления жилья и даже благоустройства. Я живу по свободе, которая как раз до деревни Носокино идет. Там участки под строительство индивидуальное жилье. И все эти структуры, там только электричество. Ну и вот по воде сейчас вопрос решается, как говорится, тоже взят администрацию на заметку. Но вопрос остается по газификации и по освещению улиц. Потому что даже деревенские ребятишки бегают из школы, они бегают по темноте. Там участок протяженности, там мелкие стоят. Он не освещен вообще. Часть вопросов решалась на месте. Если вопрос требовал более тщательной проработки, депутат предлагал дождаться его письменного ответа. А сам визит закончился рабочей встречей с генеральным директором Амутнинского металлургического завода Александром Волосковым. Кировчанин стал героем шоу «Аниты Цой». Это новый проект певицы. В каждом городе своего тура она выбирает человека, который родился и вырос там, добился мечты и сейчас помогает другим. Как призналась «Анита Цой», ее команда, цитата, «перекопала весь Киров». В итоге на сцену артистка пригласила 24-летнего Евгения Ковальногих. Молодой человек родился без кистей рук, но при этом веру в себя не потерял. Сейчас не только сам занимается пауэрлифтингом, но и мечтает тренировать других людей с ограниченными возможностями. «Анита Цой» напомнила, тема физической ограниченности ей близка. Когда-то певица сама полгода не двигалась после перелома позвоночника, а сейчас создала фонд помощи людям с подобными проблемами. Мы открылись 15 лет назад. Работаем до сих пор с опорниками. Позвоночники, все дела, ДЦПшники тоже входят в нашу историю. Поэтому мне очень хочется, чтобы ты шел вперед, чтобы твоя мечта стать тренером осуществилась. И у нас будут еще, поверь мне, паралимпийские медали по полной программе. Подробнее о шоу «Аниты Цой» в Кирове расскажем сразу после выпуска новостей «Давича» в специальной рубрике «Культ просвет». А пока продолжаем. Лучших танцоров Приволжского федерального округа выбирали в Кирове. В городе прошел конкурс «Вятка Чемп». Более 600 участников, самым младшим из которых 5 лет, состязались во всех видах танца. Кто победил, узнала наша съемочная группа. Так, с выступления самых маленьких танцоров начался конкурс «Вятка Чемп». Этой команде из республики Коми предстояло разогреть зрительный зал. Еве Орловой всего 5 лет. В танцах не так давно, но это уже далеко не первый чемпионат такого уровня в ее творческой карьере. Признается, хип-хоп – это важная часть ее жизни. Танцы хип-хоп – это очень круто, потому что это самые хорошие танцы, чтобы кубки зарабатывать и медали. Награды можно получить и на чемпионате Кировской области. Сюда со всего Приволжского федерального округа приехали более 600 танцоров всех возрастов. Судьи признают, с каждым годом уровень подготовки участников все выше. Вообще Киров показывает хороший уровень и занимает престижные места. Несмотря на то, что танец везде развивается сейчас, и у многих других городов есть больше возможностей. Типа Москвы, где мастер-классы каждый день. Здесь ребята, наоборот, голодны, и каждую возможность они используют для своего развития. В первую очередь жюри оценивало технику, оригинальность, ритмичность и качество исполнения. Главное в танце – демонстрация аутентичности стиля и сущности танца, отмечают организаторы. Танцевальный конкурс проходил два дня, больше всего участников было заявлено в стрит-направлении. Это хип-хоп, диско, хаос и техно. Здесь, наверное, не самое главное, кто круче. Главное, что нужно выбрать самых достойных, которые будут представлять именно Кировский регион на чемпионате России. И вот здесь начнется самая жаркая битва. Лучшими танцорами стали представители из Кирова и Нижнего Новгорода. Они представят Приволжский федеральный округ на чемпионате России. Победители получили медали и призы от организаторов. Все остальные – дипломы за участие. Анастасия Сверчкова, Даниил Кочкин, Бюро новостей Довича. В Кирове прошли областные соревнования по рукопашному бою среди юношей и девушек. Это первенство проходит ежегодно. На этот раз за звание лучшего приехали побороться больше 150 спортсменов со всего региона. Это самое массовое соревнование по рукопашному бою, говорят организаторы. Среди участников – юноши и девушки в возрасте от 12 до 17 лет. Как правило, лучшие результаты показывают спортсмены из Налинска. По данным судей, в этом деле важна не столько техника, сколько дух победы. Лучшие бойцы по итогам соревнований получат ценные награды. Кубки, медали, карамоты, ну и, конечно, ценные призы тоже. Ну, тут выступают не за призы, а именно, чтобы получить отбор, отобраться на Приволжский федеральный округ. Там уже можно получить и звание, разряд кандидат-мастера спорта за первое место. Это у старших юношей. Таким был этот понедельник, 6 февраля, глазами наших корреспондентов. В ближайшие минуты выпуск Бюро новостей Давича появится на сайте девятка.ру, а также в нашей группе ВКонтакте, СТС, девятый канал. Напомню, что вы можете делать новости вместе с нами. Сообщайте о событиях в редакцию Давича по телефону 38 48 88. И на этом я с вами прощаюсь. В студии работала Светлана Калышницына. До свидания.